Береги мое сердце В твоих руках отогреюсь Как кислород, ты мне нужен Ты сбереги мое сердце Ты сохрани мою душу В твоих руках отогреюсь Сердцу дай покой и мир Когда звучат небеса внепланово Нам пытаются резать крылья Но они вырастают заново Сквозь времена и расстояния Живые, чистые, настоящие Громкие и тихие молитвы Так честно, по-настоящему Приди к тебе Моя молитва Молитва Приди к тебе Моя молитва Молитва Ты сбереги мое сердце Ты сохрани мою душу В твоих руках отогреюсь Как кислород, ты мне нужен Ты сбереги мое сердце Ты сохрани мою душу В твоих руках отогреюсь Не угасни страсти огонь Эта нить не оборвется Мое сердце, как птица, летит К тебе моя песня льется Тянется к тебе душа Дух мой к тебе стремится Ровно столько, как моя жизнь Пусть эта молитва продлится Летит к тебе Моя молитва Молитва Летит к тебе Моя молитва Молитва Ты сбереги мое сердце Ты сохрани мою душу В твоих руках отогреюсь Как кислород, ты мне нужен Ты сбереги мое сердце Ты сохрани мою душу В твоих руках отогреюсь Какой же день рождения без угощения Без слова Божьего Важно нам сегодня питаться Словом Божьим И кого пригласить Всегда думаешь, кого пригласить Кого пригласить Мне кажется, Константин Халявин Это один из самых любимых Наших проповедников Которую мы очень любим слушать И вот в этот день рождения Мы оказали ему честь Быть здесь с нами Делиться с нами посланием Давайте будем приветствовать Константину Аминь, аминь Ну, знаете, на самом деле Это для меня честь Сюда приезжать к вам Это честь для меня Это большая честь Я бы даже сказал Приехать в такой день Когда праздник Когда день рождения церкви И ты приезжаешь И ты понимаешь, что Не кого-то другого А именно тебя пригласил Не кто-то другой А именно ты сегодня здесь Для меня это большая честь Спасибо вам За вашу любовь За Ваши открытые сердца Ко мне И к моей церкви К нашему собранию Слава Богу Ну, конечно, я сегодня Что я хочу говорить Конечно же, я хочу поздравить вас С этим праздником Знаете, я ехал сегодня сюда Подъезжаю к кафе И я подъезжаю И понимаю, что машину поставить негде Нету места на стоянке Сразу видно, что-то здесь происходит Да? Что некуда приткнуться Некуда машину поставить Я думаю, как классно Как классно, что в церкви Есть люди И не просто люди А успешные люди Ну, конечно, может быть Где-то не очень хорошо Что пастору некуда машину Тем более приглашенному Но пусть лучше так Да? Пусть лучше так Что видно, что что-то происходит Здесь праздник Когда вокруг церкви Стоят машины Церковь наполнена людьми Слава Богу Слава Богу Пусть Бог благословит Чтобы в этой церкви Еще больше и больше росла Ну, эта церковь Больше и больше росла Больше и больше было здесь людей И будет больше стоянкой И будет свой храм Это будет Это будет Просто вопрос Немножко времени Немножко нужно подождать У Господа же один день Как тысяча лет Да Поэтому Я думаю Все это будет И, конечно же Я хочу поздравить Я хочу Что-то пожелать сегодня Вот Ну, в первую очередь Я хочу поздравить Семью пастора Вы молодцы Я поздравляю Это Это ваш тоже день рождения Потому что Когда Когда ты встаешь На пасторское служение Это как будто ты заново родился Один раз ты родился Когда мама тебя родила Второй раз ты родился Когда ты услышал Евангелие И третий раз Ты рождаешься Это совсем другая жизнь Это совсем Ну, не похоже На все остальное Это новая жизнь Жизнь пастора Это что-то другое Поэтому я поздравляю Это ваш праздник В большинстве И я вот приготовил Такой небольшой подарок Вот От нас От церкви Поздравляем Здесь вот машина Они куда-то едут С семьей Муж и жена И кто-то может быть Знаете, скажет А что, почему так-то Почему пастор У нас же церковь День рождения Нас надо поздравить Всем нам нужно По конверту Ну, знаете, я верю в так Что елей стекает с головы Елей стекает с головы На бороду И на одежду И так далее И так далее И когда, знаете Иисус был на горе И пришло много людей И он говорит Чем накормить И помните Не было ничего У учеников Они говорят Не знаем, чем кормить Но у мальчика Было пять хлебов И две рыбки И Иисус Он просто взял Так поступил Как-то, знаете Может быть Для глупых людей Это как-то неправильно Он взял И забрал У мальчика Последний хлеб Последних рыбок Что такое Сказали бы глупые люди Как он так может Отнять последнего ребенка Но Иисус это приумножил Чтобы накормить всех И знаете Мудрый человек Он будет смотреть Не на то, что сделал Иисус А то, что сделал мальчик Он отдал эти хлебы И отдал эти рыбки Иисусу Чтобы он многих накормил И вот этот подарок Это знаете Это как хлебы и рыбки Которые Я отдаю сегодня Пастору вашему Его семье Чтобы Он это Бог это приумножил В его руках И принес Благословение Каждому из вас Я хочу Может быть Пожелать вам Успеха Но я хочу договориться С вами Чтобы На эти деньги Я знаю Что много Суеты Много Забот Много Хлопот Нужно трудиться Нужно работать Чтобы как-то Ну как-то жить В этом мире Надо За все отвечает Серебро Но это Это маленький Вклад В жизнь Вашу Чтобы Один день Вы оставили Суету Оставили работу Оставили заботы Все Просто не думали Об этом И посвятили Один день На этой неделе Посту и молитве За вашу церковь За их успех И тогда Бог это Преломляя Он будет Благословлять Каждого Пусть так будет Аминь Аминь А для церкви Я конверты Не приготовил Но Я хочу вам Что-то пожелать Хочу вам пожелать Успеха Хочу вам пожелать Знаете Угодить Господу Как написано Енох Угодил Господу Он что-то сделал Такое Что Господу Было приятно Я думаю Что же Как мы можем Богу угодить Иисус В Евангелии Атеана Он говорит своим ученикам Он говорит Я хочу Я хочу Я желаю Мое желание Мое ожидание Чтобы вы приносили плод А в другом месте Дальше немножко Он говорит Я хочу Чтобы вы приносили Много плода А еще чуть-чуть позже Он говорит Я хочу Чтобы ваш плод Прибывал То есть умножался Если он трижды Об этом говорит И еще так По нарастающей Мне кажется Что это Его самое важное желание Чтобы был плод Чтобы его было много И чтобы он умножался Прибывал И прибывал И прибывал Я хочу пожелать вам Чтобы вы приносили Много плода И если уж мы Семья Да Мы одна церковь Мы одна семья То какой плод в семье Это дети Я думаю Что Господь хочет Он говорит Я хочу Чтобы здесь были люди Здесь были новые дети Духовные дети Так же как в семье Есть ребятишки Рождаются Это плод семьи Это плод любви Между мужем и женой Так же я думаю В церкви Это плод любви Когда есть Вот эта любовь Между Христом И церковью То тогда должен быть плод И он говорит И вот этого я желаю Я хочу Чтобы у вас был плод Хочу Чтобы у вас было Много плода Чтобы ваш плод Прибывал Я хочу пожелать вам Чтобы этот церковь У вас здесь Росла Чтобы было Много здесь людей Новообращенных Чтобы каждый день Может быть люди Приходили с покаянием С сокрушением И принимали спасение Во имя Иисуса Христа Аминь И что для этого нужно? Любовь Согласитесь? Для этого нужна любовь Знаете, конечно Детей можно Нарожать и без любви Можно просто Нарожать и все Можно же И в Писании Есть такое место Когда Помните Давид Он взял Версавию И снасильничал ее И она родила ребенка Но этот ребенок Он Он умер И его не Бог Наказал за грехи Отца и матери Я думаю Что этот ребенок Он просто Как сказать Он не был покрыт Родительским благословением Вот этим благословением Семейных отношений Благословением Любви И Господь Он не желая Смерти этому ребенку Но он не смог Его принять Как плод Понимаете Можно приносить плоды Но неугодные плоды И это тоже был Плод семьи Да Плод мужчины И женщины Но это был не тот плод Который Бог ожидал От них И он не желая Смерти этому ребенку Но он Не смог Защитить его Он не мог приблизиться Он не мог принять Этот плод И мы видим Когда у них родился Второй сын Когда это уже было Благословенно Когда он ее принял Как жену И они родили Это был Соломон И Господь говорит Вот такой плод я хочу Это плод любви Это плод благословенной семьи И знаете Это такой пример для нас Что мы сегодня Тоже можем взять Поставить Взять кассира Дать ему денег Поставить его на входе И объявление написать Все кто сюда зайдет Тысячу рублей Дарим За два часа Вашего времени Или две тысячи И мы здесь Такую толпу соберем Здесь за пятнадцать минут Соберется Что здесь Продыхнуть негде будет Но будет ли это Угодный плод Это Это не тот плод Писание говорит Где двое или трое Во имя мое А не ради тысячи Где двое или трое Во имя мое А не ради нужды Во имя мое Там я среди них А где Дух Господень Там свобода Ну так ведь или нет Это Когда люди Приходят сюда Не ради помощи А ради Христа Ради спасения Конечно же Все приходим Ради какой-то нужды Из-за нужды Какая-то приводит Но в конце концов Мы все равно Приходим ко Христу И Господь Он принимая Этот плод Когда человек Ради Христа Приходит в церковь Он говорит Вот такой плод Я ожидаю от вас И вот такой плод Я буду хранить Защищать Оберегать И не позволю Лукавому Украсть его И этот плод Он будет пребывать И умножаться Вы понимаете О чем я говорю Благословенный плод Благословенный плод И каждая семья Она Знаете Она может Нарожать детей Но сегодня Мы видим Как в мире Сегодня очень часто Встречается Когда дети Они вроде Плоды есть Дети есть Но нет ни отца Нет матери Разведенные Семьи И нельзя Сказать Что это Дети Благословенные И смотришь На их жизнь Ты смотришь На жизнь Тех Которые растут В полноценной Семье Когда есть Между родителями Любовь И ты смотришь На тех детей Где семьи Развалились Согласитесь Разница Большая И конечно же Бог по милости Дает возможность Этим детям Потом Как-то обратиться К Господу И хоть как-то Исправить Но лучше Чтобы они С детства Были покрыты Благословением Так ведь И мне кажется Что Так же И в духовной Семье Так же Духовные дети Лучше Когда они Приходят В ту церковь Где есть Любовь Между Христом И церковью Когда есть Вот эта Любовь Когда есть Вот это Вот эти Отношения Вот этот Трепет Вот эта Страсть Как между Женихом И невестой Которые Хранят себя К венчанию Приготовляют себя Вот когда есть Такой трепет У церкви Мы готовим Себя Мы Приготовляем Себя К тому Брачному Пиру Который Приготовил Для нас Бог Когда вот этот Трепет Вот эта Любовь То тогда И дети Которые приходят Сюда Они заражаются Этим Они благословенны И Господь Говорит Вот такой Плод я Пожелать вам Сегодня Чтобы вот эта Любовь была Вот эта Любовь Не просто Любовь Да мы говорим Много о любви Друг другу Что мы церковь Мы любим Друг друга Слава Богу Но я думаю Полноценная Любовь в церкви Это тогда Когда Бог Он как Глава Он жених А церковь Она невеста Она идет За Христом Вот этой Любви я хочу Вам сегодня Пожелать Любви к Богу Любви Вот этих Отношений Любви Между Христом И церковью И В Ефесянам Если вы помните Давайте Может быть Сколько Время Двадцать минут Давайте Откроем Ефесянам Пятая Глава Двадцать Второй Стих С двадцать второго По двадцать третьим Почитаем А здесь Апостол Павел Дает Наставление Церкви Как строить Свою семью Благословенную Семью Не как Давид с Версавией Начали А как они Закончили Благословенную Семью Чтобы плод Семьи был Благословен И он говорит Жены Повинуйтесь своим Мужьям Как Господу Дальше Потому что Муж Есть глава Жены Как и Христос Глава Церкви И он же Спаситель Тела Дальше До тридцать третьего Будем читать Но как Церковь Повинуется Христу Так и Жены Своим Мужьям Во всем Мужья Любите Своих Жен Как и Христос Возлюбил Церковь И предал Себя За нее Чтобы Осветить Ее Очистив Баню Водную Посредством Слова Чтобы Представить Ее себе Славной Церковью Не имеющей Пятна Или порока Или чего Либо Подобного Но дабы Она была Свята И непорочна Так Должны Мужья Любить Своих Жен Как Свои Тела Любящий Свою Жену Любит Самого Себя Ибо Никто Никогда Не имел Ненависти К своей Плоти Но Питает И греет Ее Как и Господь Церковь Потому что Мы Члены Тела Его От Плоти Его От Костей Его Посему Оставит Человек Отца Своего И Мать И Прилепится К жене Своей И Будут Двое Одноплоть Тайна Сия Велика Я Говорю По Отношению К Христу И К Церкви Так Каждый Из Вас Долюбит Свою Жену Как Самого Себя А Жена Добоится Своего Мужа Здесь Смотрите Апостол Павел Между мужем И Женой На Примере Отношений Христа И Церкви Но Я Сегодня Хочу Знаете Направить Нас В том Чтобы Мы Может Быть Посмотрели На Отношения Церкви Со Христом Через Отношения Семейные То есть От Обратного Посмотреть Ну Как Б И К Чему Призывает Нас Господь Давая Наставление О Семье К Чему Он Призывает Нас Чтобы У нас Было Между Нами Между Церковью И Господом И Писание Говорит Конечно же Ну Конечно же Мы сейчас Говорили Любовь Должна Быть И Писание Говорит В первом Коринфянам 13 главе Вы все Читали Что Любовь Что Долго Терпит Милосердствует Не превозносится Не ищет своего Все Переносит Всего Надеется Никогда Не перестает И так далее То есть Апостол Павел Перечисляет Там Качество Любви Он Перечисляет Ее Характер Но Здесь Он Показывает Что Эта Любовь Она По разному Проявляется Жены Ее Проявляют Вот эти Качества Любви Они Проявляют Свою Любовь Они Выражают Свою Любовь Через Послушание Мужу В послушании Она Долготерпит В покорности Она Милосердствует Не превозносится Не ищет Своего Не Что там Дальше Никогда Не Перестает И так далее И так далее В послушании Но У муж Он По другому Выражает Свою Любовь Он Все Те же Самые Качества Он Проявляет В заботе В опеке В любви К своей Жене Понимаете Мы часто Говорим Вот Любовь Должна Быть Такая Жена Должна Долготерпеть Она Говорит Да я Ему Сколько Говорю Вот Так Надо Делать Он Не Делает Но Я Терплю Еще Раз Ему Говорю Это Не Любовь Долготерплю Когда Муж Ты Прав Твоя Правда Как Скажешь Так И Будет Я Женат Я Иду За тобой И Вот Здесь Нужно Долготерпение Милосердие Сострадатель И так Далее Муж Он Не Должен Говорит Да Вот Это Жена Вот Я Покупаю Ей Постоянно Шубы Долготерплю Ее Выходки Да Нет Долготерпение Это Когда Муж Он Идет И Покупает Ей Шубы Даже Когда Она Еще Не Попросила Я Долготерплю Я Смиряюсь На Работе Я Впахиваюсь Для Чего Чтобы Купить Жене Новую Шубу Вот Тогда Долготерпение Да Оно Настоящее Истинное Искреннее И Вы знаете Мне кажется Что-то Подобное Почему Так Получается Да Потому Что Разный Характер У мужчины И женщины Что Желает Женщина Женщина Желает Быть Любимой Она Желает Быть Единственной Неоспоримой Избранной Когда Мужчина Смотрит На нее Чем Захватывает Жених Невесту Почему Она Ему Говорит Да В момент Бракосочетания Потому Что Она Увидела Что Когда Он Смотрит На нее Он Больше Никого Не Видит Что Для Него Нет Других Женщин Она Одна Единственная Неповторимая Неоспоримая Никем Незаменимая В его Глазах Вот Если Она Увидит Жена В Все Как В Тумане Только Она И Больше Нет Никого Она Всегда Скажет Да Потому Что В этом Она Нуждается Знаете Христос Написано Мы читали Он Предал Себя За нее Он Проявил Свою Любовь В том Что Он Говорит Мне Больше Никто Если Не Церковь То И Больше Никто Умереть Но Не Жить Без Него Он Говорит Мне Не Нужны Небеса Со мной Церкви То И Жизнь Не Жизнь И Он Отпредал Себя За нее Проявляя Свою Любовь Я Хочу Сказать Что Если Вы Сегодня Здесь Если Вы Церковь Вы Избраны Им И Это Самое Важное Что Нам Нужно Знать Почему Когда Человеку Говоришь Слушай Бог Любит Тебя Да Правда Любит И Жизнь Начинает Меняться Сколько Бо Ты Ему Не Говорил Не Пей Не Кури Не Кради Ничего Не Меняется Но Как Только Ему Говоришь Человеку Бог Тебя Любит Любовь Божья Любовь Он Умер За Тебя Вот Что Меняет Людей Меняет Жизни Меняет Церковь Потому Что В этом Именно Церковь Она И Нуждается Вот В Проявлении Любви От Бога В Его Заботе В Его Обеспечения Когда Мы Слышим Свидетельство Да Вот Сегодня Свидетельство Я Пришел Весь В Долгах Я Пришел Весь В Нужде Но Бог Он Изменил Он Очистил Он Осветил Меня Потому Что Любит Меня Я Избран И Я Один Такой Во Всем Мире И Он Ради Меня Пришел На Эту Землю И Умер Аминь Я Хочу Вам Сказать Что Муж Он Тоже Нуждается В Любви От Жены Но Не В Заботе А В Ее Покорности Муж Он Если Жена Она Желает Быть Избранной Единственной То Муж Он Желает Обладать Он Обладатель Почему Он Ревнует Всегда Муж Ревнует Ревну Почему Ревнует Жену Почему Потому Что Это Желание Быть Единственным Обладателем Чего Либо Написано До ревности Любит Бог Не потому Что Ах Ты Пошел В другой Храм Я Тебе Нет Он Как Жаль Что Не Я Обладаю Этим Человеком Который Пошел Не Туда Сегодня Как Жаль Что Не Я Обладатель Человека Которым Обладает Грех И он Идет За Грехом Сегодня Он Ревнует Вот В этом Понимаете Мужчина Он 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 Обладатель Он Хочет Чтобы Не то чтобы Хозяином Повелителем А Обладать Что Только За мной Она Идет Только Меня Она Будет Слушать И Больше Никого Почему Когда Пришел Змей К Еве Помните Там Заговорил С ней В Эдемском Саду Что Сделал Сразу Адам Когда Пришел Бог И начал Говорить Не ел ли Ты С дерева Он Говорит Да ты Не ел Она Гадина Раньше Он Такого К ней Не позволял Отношения Почему Потому что Она Его Слушалась Но Когда Он Увидел Что Она Послушала Кого То Другого Он Зревновал Он Говорит Это Не Я Это Она Это Она Почему Он Не Заступился За нее И не Сказал Господь Я Я Виноват Потому Что Она Другого Понимаете Когда Женщина Она Переживает Измену Мужа Она Переживает Глубокое Отвержение В своем Сердце Мы Помните И Женщины Очень Часто Говорят О том Что Мужья Их Отвергли Что Они Переживали Это Такие Глубокие Раны Которые Только Бог Может Исцелить Когда Мужчины Рассказывают Что Жены Им Изменили Они Говорят Я Чувствовал Себя Преданным Понимаете Разные Чувства Разные Чувства Мужчина Чувствует Себя Преданным Она Предала Меня Поэтому Когда Господь Он Отдает Свою Жизнь Он Говорит Ты Для Меня Единственная Ты Для Меня Единственная И Неповторимая И Он Говорит Я Ревную Чтобы Ты Только За Мной Шла Только Я Хочу Был Б Твоим Обладателем И Когда Церковь Она Как Жена Не Повинуется Мужу Муж Начинает Ее Ругать Как Адам Еу Также И Церковь То есть Христос Переживает Предательство Некое Когда Церковь Не Повинуется Божьему Слову И Там Написано Что Он Очистил Ее Баней Водной Посредством Слова Что Это Значит Когда Он Говорит Предлагает Муж Когда Предлагает Говорит Слушай Жена Давай Вот Такой Диван Купим Когда Она Говорит Хорошо Если Тебе Нравится Мы Обязательно Такой Диван Только И Купим Больше Никакой Он Чувствует Что Жена Верна Ему Но Когда Она Говорит Ты Че Да Мы Другой Диван Мне Другой Нравится Он Чувствует Себя Преданным И Так же Христос Когда Когда Церковь Она Повинуется Ему Он Радуется Но Когда Церковь Переступает Слово Божье Когда Церковь Не Принимает Волю Божью Он Чувствует Себя Преданным А Когда Мужчина Он Чувствует Верность Жены Что Она Послушна Ему Покорно То Он С Радостью Хочет Еще Больше О ней Заботиться Он Три Дивана Для Нее Потом Купит Он Обязательно Купит Тот Диван Который Нравится Жене Он Не Купит Тот Который Нравится Но Важно Что Жена Ему Ответит Если Она Скажет Твоя Правда Как Ты Сказал Так И Будет То Тогда Он И Шубы И Диваны Он Горы Свернет Ради Нее Но Когда Он Чувствует Себя Что Он Предан Он Как Адам Это Она Это Не Я Это Она Она Такая Ну Понимаете О чем Я Я Сегодня Хочу Пожелать Вам Чтобы Вот Это Было В Вашей Церкви Это Любовь Христос Доказал Свою Любовь Придя В этот Мир Отдав Себя На Распятие Придал Себя За Каждого Из Нас Ради Каждого Из Нас Но Он Ожидает Вот Этой Ответности Он Ожидает Вот Этой Верности Когда Церковь Она Послушна Христу Когда Церковь Она Послушна Его Слову Когда Она Принимает То Лучшее Что Бог Имеет Может быть Для тебя Сегодня Это Как-то Ну Неприятно Воля Божья И Пастор Здесь Призывает К Евангелизации Он Призывает Здесь Ходить На Молитвенные Служения И Тебе Может Быть Неудобно Но Ты Должен Понять Что Это Лучшее Для Тебя Это Лучшее Для Тебя Если Мы Это Не Принимаем То Тогда И Мы Не Можем Ожидать Чего От Бога Тогда Мы Не Можем Ожидать Какого-то Благословения А Если Нет Вот Этой Любви То Тогда Нет И Плода Тогда Нет И Плода Но Так Или Не Так Это Так Второе Что Нам Необходимо Еще Это Интимное Влечение Согласитесь Если Муж И Жена Они Вместе Времени Проводят Если Они Вот Как Знаете Есть Такой Некий Гостевой Брак Не Слышали Про Такое У Меня Жена Она Там Училась И Она Консультировала Одну Семью Ну Вернее Одну Женщину И Она Рассказала Она Где-то На Украине Живет Она Говорит А у Нас Вот Мы Поженились С мужем И у Нас Гостевой Брак То Что Это Значит Он Снял Ей Квартиру Он Покупает Ей Все Необходимое Для Жизни Чтобы Там Продукты Одежду И Она Там Живет И Иногда По Временам Когда Захочется Он Приходит К ней В гости Они Побыли Мужем И Женой Несколько Времени И Он Опять Живет Дальше Своей Жизнью Она Своей И У них Родился Ребенок И Она Говорит У Нас Ребенок Он Живет Четыре Дня Со Мной И Три Дня Живет С мужем Они Поделили Ребенка Как вы Думаете Благословенный Плод Их Семьи Представьте Какое Проклятие Живет Ребенок Что Будет Потом С Таким Ребенком Да Ничего Не Будет Знаете Когда Мы Приходим Только Лишь По Воскресеньям В церковь Это Некий Гостевой Брак Ничего Благословенного В этом Нет Есть Некая Тайна Он Говорит Это Тайна Великая Когда Что то Есть Нечто Большее Когда Мы Ну как Сказать Есть Некое Такое Отношение Вот этой Не просто Любви Послушания Но когда Есть Некое Внутреннее Влечение Когда Вот Знаете Есть Люди Которые Ну Маленько Глуповатые Вот В Библии Написано В бытие Что Когда Адам С Евой Согрешили И он Говорит Жене Он говорит Умножая Умножу Влечение Он говорит Умножая Умножу Боль Твою Будешь В скорби Рождать Детей И так Далее И потом Говорит И влечение Твое К мужу Твоему Умножая Умножу Влечение Твое К мужу Твоему И Многие Мужчины Считают И говорят Что Вот Женщина Она такая Вот Ей Постоянно Надо Хочется Они Там За мужчином Там Как бы Там Да Всякие Шутки Говорят Там Там Не захочет Кобель Там Не это Там Ну это Глупости Вообще Так Я верю Так Что Здесь Бог Говорил О том Не о том Что Влечение Мужа Вот это Физиологическое Мужчина Он Желает Вот этого Интима Физиологически Потому что Бог заложил В него Это желание Это Его природная Необходимость Которую Он должен Совершить Но Жене Он Говорит Я умножу То есть Я переведу На некий Другой Уровень Я пойду Немного Глубже И Женщина Она Не желает Физически Мужчину Она Хочет Открыть Для него Свою Душу Мужчина Хочет Женщину Физически Женщина Хочет Мужчину Душой И сердцем Поэтому Мужчине Надо Целый День Покупать Ей Подарки Говорить Комплименты Располагать Ее Заботиться Как-то Ее Ухаживать За ней Для чего Чтобы Душа Ее Была Приготовлена Открыться Для него Понимаете А мужчине Надо только Просто Посмотреть На жену И он Уже Всего Хочет Ну так Или Не так Поэтому Написано Что Станут Двое Одноплоти Павел Там Пишет Об этом Будут Двое Одноплоти Тайна Сия Велика Это Сокрыто От Мира Только Человек Духовный Разумеющий Господа Он Может Понять Что Когда Происходят Вот Эти Отношения То Мужчина Прилепляется К ней Телом А она Прилепляется К нему Душой Понимаете Поэтому Так Необходимо Когда Бог Он Мужчина Он Изливает На Женщину Физически А женщина Открывается Для него Невидимо Это Душевно Поэтому Иисус Говорит Зайдя В комнату Закрой За собой Дверь И Бог Видящий Тайна Видящий Твою Душу Он Сдел И Зальет На Тебя Явно Вот Тогда Происходит Исцеление Вот Тогда Происходит Благословение Вот Тогда Стоянка Забита Машинами Возле Церкви Потому Что Бог Воздает Явно Но Когда Когда Церковь Открывает Свою Душу Для Него Когда Церковь Готова Говорит Господь Ты Единственный Ты Неповторимый Вот Тогда Мне кажется Когда Есть Вот Это Жена Открывает Душу Муж Он Желает Ее Всем Своим Местством Вот Тогда Написано Бог Сочетает И Человек Никогда Не Разлучит Вот Тогда Мне кажется Исполняется Слово Что Нитка Скрученная Втрое Скручено Это Телесное Это Душевное И Тогда Бог Покрывает Это Нитка Скрученная Втрое Не скоро Порвется Вот Тогда Семья Благословенна Вот Тогда Семья Она Благословенна И Дети Растущие В такой Семье Они Благословенны И Также Церковь Когда Есть вот эта, знаете, вот эта любовь, во-первых, церковь, она послушна Христу во всем, она принимает Его Слово беспрекословно, потому что это глава, это Христос, а церковь, она идет за Ним, она принимает Его Слово, и она идет не просто потому что надо, потому что пастор сказал, а потому что меня самого влекет душой туда, меня душа, меня влекет Господу, я хочу для Него отдать, открыться, я хочу для Него отдать свою жизнь, Ему посвятить. Когда мы прилепляемся к Нему душой, тогда Он прилепляется к нам телом и благословляет, и воздает нам, и заботится о нас. Ну, понимаете, о чем я говорю? Поэтому мое сегодня желание, или пожелание к вам, чтобы, может быть, вот эти два момента, вот эти две вещи, во-первых, вот эта любовь, выраженная Христу в послушании Его Слову, и второе, вот это тайное внутреннее влечение, чтобы оно никогда не оставляло вас, чтобы всегда в этой церкви была любовь ко Христу, и всегда в этой церкви было желание быть с Ним, открывать свою жизнь, свое сердце для Него. И вот тогда будут благословенные дети рождаться в этой семье, в этой церкви, тогда будут возрастать благословенные служители, благословенные лидеры, и тогда, как вы знаете, вот этот фильм, я вчера, кстати, случайно он включился этот, шли мультики, включился эта операция «ы», когда этот ликероводочный «я», там, «я». Вот пусть такое будет в церкви, чтобы вот такие были дети. На евангелизацию «я», петь прославление «я», но такие дети будут только тогда, когда церковь, она будет иметь любовь, выраженную в послушании, и она будет иметь вот это внутреннее влечение, желание служить Ему, посвящать Ему свою жизнь. Аминь. Да будет у вас так всегда. Давайте мы, может быть, встанем и помолимся об этом, чтобы вот эти два, вот эти два аспекта, вот эти два таинства, они всегда пребывали в этом доме, в этом собрании. Отец наш, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, что Ты избрал каждого из нас. Как жених избирает невесту, и он больше никого не видит, кроме одной, возлюбленной своей. Так Ты избрал каждого из нас. Ты оставил небеса, оставил всю свою славу, оставил все могущество свое, и пришел ради каждого из нас. Ты доказал свою любовь. Тем, что предал себя за церковь свою. И мы молим Тебя, чтобы церковь наша, она была ответом, Господь, любви. Чтобы церковь была послушна, как жена послушна мужу, да будет церковь послушна Христу. И пускай, Господь, вот это внутреннее тайное влечение, что-то внутри влекет нас, Господь, чтобы душа наша, она всегда жаждала Тебя, жаждала Твоей близости, и жаждала Твоего благословения, Господь. Чтобы всегда мы были открыты для Тебя, Господь. Пускай сегодня эта благодать пребудет в нашей церкви во имя Иисуса Христа. И я молю Тебя, Господь, особенно за это собрание, особенно за этих людей, кто сегодня здесь. Да пребудут эти две вещи. Любовь ко Христу, выраженная в послушании, и тайное внутреннее влечение к Тебе, Господь, да пребудет в каждом сердце во имя Иисуса. И я верю, что в следующем году я приеду сюда, и я увижу много благословенного плода. Я увижу много благословенного плода, который эта церковь будет приносить к Твоим ногам, а Ты будешь принимать его и наслаждаться. Во имя Иисуса Христа. Аминь.